Охот-миниум Охотник берет у природы В виде платы за путевки, за разрешение на добычу охотничьих ресурсов, членских взносов в общество охотников и рыболовов. Нормальный охотник понимает, что труд егерей и охтоведов в охотничьих хозяйствах необходим не только ему для возможности охотиться, но и природе для восстановления запасов дичи и зверя, их охране и рациональному, в первую очередь, экологически оправданному использованию. Каждый охотник обязан пропагандировать правила охоты и показывать личный пример в строгом их выполнении, вести разъяснительную работу среди других охотников и местного населения о необходимости бережного отношения к природе. Он не может спокойно проходить мимо фактов браконьерства, случаев нанесения ущерба природным богатствам. Он обязан донести до простых граждан, обывателей, чиновников, зеленых и прочих. Охота – это составная часть охраны природы, что записано в Международной конвенции о биоразнообразии. У охотников со стажем, охотников с юности, охота становится не просто добычей куска мяса, а настоящим искусством, процессом, приносящим радость и удовлетворение, часто даже независимо от количества добытой дичи. Настоящий охотник всегда уважительно относится к дичи и к трофеям. Что это значит? Настоящий охотник не будет стрелять по линяющим, неспособным к полету птицам, хлопунцам, матке, пытающейся отвезти охотника от птенцов. Охотник не должен пользоваться бедственным положением зверей и птиц для их добычи. Например, при половоде, гололедице, режущем снежном насте, засухе, когда дичь собирается у единственного источника воды и в других подобных случаях. Недопустима стрельба весной по самкам и в любое время года по птицам и зверям, на которых охота закрыта, по животным, не относящимся к охотничьим видам. Никогда нельзя стрелять зверя или птицу в том случае, когда заранее знаешь, что взять их будет невозможно. Чаще всего это бывает при охоте на водоплавающую дичь, когда охотник должен выбрать место для стрельбы так, чтобы битые птицы не падали в крепи, где их не найти. Если сделан подранок, будь это зверя или птица, охотник должен принять всевозможные меры, чтобы добрать его, даже в том случае, если временно придется прекратить стрельбу по другим возможным трофеям. Недопустима неприцельная стрельба по стае пролетающих птиц, а также стрельба по дичьи на расстоянии, превышающем предел прицельного убойного выстрела данного оружия. В подавляющем большинстве случаев такая стрельба не обеспечивает поражение цели, но приносит уходящих подранков, которые в дальнейшем бесцельно погибают. Типичные виды охотничьих зверей и птиц, которых должен знать каждый охотник. Обыкновенная лисица. Обитает практически везде, на территории России, ведет одиночный образ жизни и никогда не образует стай. Каждое животное имеет свой индивидуальный участок, который охраняет от вторжения соплеменников. Лисица часто заселяет норы барсуков, причем делает это даже тогда, когда в норе есть хозяин. Барсук славится своей чистоплотностью, он не выносит лисьего запаха и остатков пищи, разбросанных у норы, поэтому покидает свое жилище и роет новую нору. Зрачки у лисиц вертикальные, как у кошек, кончик хвоста белый. Пары у лисиц почти постоянные, но не настолько устойчивые, как у волков. Семейная пара поддерживает связь не круглый год и распадается через пару месяцев после щенения. Гон бывает в конце декабря-марте. Беременность длится около двух месяцев. Самка рожает в норе от двух до семи лисят. Медведь бурый. Широко распространенный охотничий вид. Крупный хищник тяжелого сложения. Длина тела до 255 см. Высота в холке до 135 см. Средняя масса 100-150 кг. Самки по массе меньше самцов на 25-30%. Всеяден. Половая зрелость наступает в возрасте 3-4 лет. Гон происходит с конца мая до середины июля. Супружеская пара существует 4-15 дней. Далее живут сами по себе. После выхода из берлоги медведь полностью одет в старую зимнюю шерсть. Линька начинается в апреле-июне. У медведя имеется персональная территория, различные площади, где они обитают. Во время зимнего сна у медведя понижается температура и интенсивность обмена веществ. Замедляется дыхание и сердечная деятельность. Северный олень. Животные средней величины. Длина тела у взрослых особей 150-220 см. Высота в холке 80-150 см. Вес быков 125-170 кг. Лесных до 250 кг. Вес самок 90-140 кг. Приспособлен к суровым условиям севера. Рога имеются у самцов и самок. Передние копыта значительно шире задних. Мех оленей имеет высокие теплоизолирующие свойства. Благодаря многочисленным полостям в сердцевине волос, заполненных воздухом. Однако очень ломкий. Обитает как в тайге, лесная форма, так и в тундре. Имеет тяготение к открытым ландшафтам. Характерны качевки. Лето звери проводят в тундре, выбирая обдуваемые ветром места. К зиме олень уходит на юг, в лесотундру и северную тайгу. Линька один раз в году. Начинается в конце зимы и продолжается все лето. Гон в сентябре-ноябре. Массовый отел в мае-июне. Рога самцы сбрасывают в ноябре-декабре. Самки в мае-июне. От лося и благородного оленя отличается светлой гривой и формой рогов. Сибирский горный козел. Козерог. По облику напоминает домашнего козла. Длина тела 135-165 см. Высота в холке 80-100 см. Вес 80-100 кг. Борода густая и длинная. Хвост короткий, но заметный. Рога большие и массивные. Саблеобразно загнуты назад. С хорошо развитыми поперечными валиками. Рога самок тонкие. Полога загибаются назад и в стороны. Распространен на Алтае и в Саянах. Типичный обитатель скал. Ведут групповой или стадный образ жизни. Летом пасутся в утренние и вечерние часы. Зимой активны в течение всего светлого времени суток. Совершают регулярные сезонные качевки. Большую часть года стада взрослых самцов и самок с молодыми животными держатся отдельно. Гон в октябре-январе. Признаком участия самца в гоне, как и у всех прочих видов козлов, является поднятый хвост. Охота с собаками, с подхода, на отстой. Следует обращать внимание на тревожные сигналы кекликов, сурков, которые пугают козлов. Овцебык. Перспективный охотничий вид. Длина тела 180-245 см. Высота в холке 110-145 см. Вес 200-300 кг. Самки примерно четверть меньше самцов. Рога имеются у самцов и у самок. В поперечном сечении рога круглые. Овцебык – современник мамонта. Реакклиматизирован из Америки. В настоящее время обитает на Ямале, Таймыре, Якутии, острове Врангеля. Гон в августе, первой декаде октября. Средний размер стада около 20 особей. Весной и летом стада дробятся. Встречаются одиночные самцы. При опасности взрослые животные выстраиваются в круг или несколько шеренг, головой к врагу, и берут под свое укрытие молодняк. Круговую оборону могут занимать даже двое животных. Они становятся хвостами друг к другу. Численность небольшая. Для отстрела на Таймыре выдается 10-15 разрешений на добычу. Пищевым конкурентом для северного оленя не является. Образно можно сказать, что может выжить там, где северный олень погибнет с голоду. Особо следует сказать о правильных взаимоотношениях между охотниками. Общепринято, что при большом количестве охотников в определенном месте угодий право выбора места охоты или отдыха зависит от очередности их прибытия с учетом того, чтобы не находиться близко друг к другу и не мешать охоте товарищей. Нельзя остановиться или бродить около чужого шалаша или скротка, перекрывать пути подлета дичи к нему, мешать охотнику, скрадывающему дичь. При облавной охоте нельзя стрелять по зверю, идущему на соседний номер. Опытный охотник всегда словом и делом поможет молодому. И совершенно естественно, между охотниками должно быть полное доверие и взаимопонимание. Охотник никогда не пойдет к чужому биваку, если нет хозяина. Размещаясь в охотничьей избушке, где останавливаются многие охотники, он никогда не позволит себе что-то испортить здесь, а уходя, всегда оставит запас дров, соль, спички, по возможности сухари или другие продукты. Заяц, утка или другая мелкая дичь принадлежит охотнику, после выстрела которого был прерван бег или полет. Воспитанные охотники никогда не допустят лишней стрельбы в угодьях, а также криков ненужного шума. Все это несовместимо с настоящей охотой. Если необходимо пристрелять ружье или потренироваться в стрельбе, то делать это следует по окончании процесса охоты, вместе с соответствующим требованием правил техники безопасности. Это либо далеко просматриваемая открытая площадка, либо вал, насыпь земли, склон оврага. Ни в коем случае нельзя вешать мишень на дерево на уровне роста человека. Немного об общей культуре людей, находящихся в угодьях. К сожалению, еще иногда приходится видеть простреленный дробью дорожный знак, какую-нибудь указательную табличку на железной дороге или в подобных местах. Приходилось видеть и поломанные случайными неорганизованными рыболовами охотничьи шалаши, лодочные причалы, искусственные гнезда для уток, сделанные егерями охотничьего хозяйства, и даже сожженные охотничьи и рыболовные избушки. Культурный человек никогда не оставит после себя на биваке груду мусора, консервных банок, тем более битых бутылок. Даже в тайге, не говоря уже о малонаселенных районах, прежде чем срубить дерево для костра, шеста, плота или для других нужд, следует сначала осмотреться, подумать и рубить то дерево, которое в силу естественных причин уже не имеет перспектив для роста, а не выбирать самое красивое, стройное и здоровое. Место для костра нужно выбирать так, чтобы он не явился источником пожара, а уходя обязательно залить костер водой или засыпать землей до полного затухания. Культурный охотник никогда не станет снимать шкурку или разделывать добытую дичь на виду. Многим людям такое зрелище покажется ужасным, особенно детям, которые с любовью относятся ко всем животным. В правильной охоте допускаются элементы удачи, но только сопряженные с выслеживанием. Выслеживание само по себе искусство, которое приходит на практике с годами. Субтитры создавал DimaTorzok